Полный автобус юных участников эколого-патриотической игры прибыл на живописный берег первого карьера. Ребята – ученики начальных классов из первой и второй шушенских школ. В преддверии весенних каникул Национальным парком «Шушенский бор» и Центром детско-юношеского туризма для них организована игра «Зорничка». Это не военная зорница времен пионерии, хотя патриотическая составляющая в ней есть. Для начала – общее построение. На разных этапах игры юных участников ждут интересные испытания. На одном из них, к примеру, нужно найти ответ на вопрос об особенностях маскировки военных стрелков в разное время года. Сама собой напрашивается несложная параллель с представителями животного мира, для которых хорошая маскировка в среде обитания – это залог выживания. Познавательная часть игры для младших школьников одновременно просвещает в экологии и носит элемент военно-патриотического воспитания. Цель нашего мероприятия, во-первых, это привлечь любовь к природе и, во-вторых, воспитать немного, наверное, защитников отечества, какое-то патриотическое отношение детей к природе и к своей родине, конечно. Двигаясь по маршруту игры, участники решают несложные, на первый взгляд, задачи. Воспроизвести по горячим следам небольшое донесение из русской народной сказки оказалось не так-то просто. Отмечено, что колобок, сбежавший от бабушки с дедушкой, 6 часов 32 минуты, находится на южной поляне. Отмечено, что колобок, сбежавший от бабушки с дедушкой, 6 часов 32 минуты, находится на южной поляне. Блеснуть предстояло и в знаниях о лекарственных растениях, которыми очень богаты наши сибирские леса. Какие лекарственные растения и для чего можно использовать? Вы называете, для их зависовое, вы говорите, применение. Самые туристские испытания, составление рецептов походных блюд и традиционное разведение костра на скорость вызывают больше всего эмоций. Мы с командой санитарами уже набрали 9 баллов. Мы обогнали вторую школу, третий класс, и в нашей школе третий класс. Для юных участников зорнички баллы и результаты, конечно, важны. Но самый большой подарок для школьников накануне каникул – это возможность с погожим днем побыть на природе, участвуя при этом в познавательной и веселой игре. Ксения Соковикова, Алексей Кавторев, программа «Южные горизонты».